В стране набирают обороты туристические услуги. По сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 30%. Выручка с января по июль – 85 миллионов долларов. Востребованы гостиничные комплексы, агроусадьбы, базы отдыха и объекты общепита. Теперь главная задача – развивать сервис и совершенствовать инфраструктуру. В стране около 20 тысяч человек ежегодно обращаются к медикам после укусов животных. Чаще всего это взрослые. Самая большая опасность – заразиться бешенством. Потребуется курс иммунизации. Благодаря своевременной помощи случаи в заболевании не фиксируются уже с 2012-го. В Могилевской области растет спрос на дрова. Только с начала года реализовали почти 137 тысяч кубометров населению. Приобрести топливо можно в лесничестве. Цена здесь варьируется от 8 до 10 рублей за куб. Купить можно и на промышленном складе. Правда, стоимость будет выше. «Красный пищевик» выпустил новую линейку жевательного мармелада. Производство запущено в Славгороде. Сладкое лакомство представлено в разных формах. Пингвины, динозавры, чудо-фрукты, червячки и медведи. Вкусы фруктовые и ягодные. В составе только натуральные ингредиенты. В Бобруйске накануне начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, банях и театре. Соответствующее распоряжение подписал председатель горсполкома. Чтобы наладить бесперебойную работу, система специалиста может понадобиться 10 календарных дней с момента включения.